Я тоже так раньше мыслила, верующий с неверующим. Ты без году неделя верующий, а человек, который гуляет, его завтра можешь стать этим верующим, он у тебя неверующий. Вообще, мне кажется, в данном контексте Библия описывала тот момент, что есть евреи, есть ортодоксальные евреи, а у них вообще некое закрытое общество. И когда они соединяли свои жизни с людьми, которые язычники, да, от рождения, по крови. И вот, наверное, в данном контексте и не стоит соединяться. А верующий, неверующий, здесь вот тоже момент. Вот если я верующая, допустим, уже 17 лет, если бы я не была бы замужем еще, я бы не искала себе супруга на улице, знакомясь с ним, и ожидая, что я однажды его приведу к Богу, и он у меня будет верующий. Я бы так не сделала. Почему? Потому что слишком большая пропасть между нами. Мне открыто слишком много, а ему так мало, и у нас будет война ценностей. Я его не смогу уважать, потому что он будет младенец в Боге. А мне нужен зрелый человек, который научился жить с Богом. Который не просто научился о нем говорить красиво, который живет в этой эйфории, вот этой вот первогодовалой, когда только покаялся, а который уже живет с Богом внутри. Естественно, я бы преимущественно выбирала бы мужчин, которые уже тоже живут с Богом. Но вот это понятие... Я знаю, у нас многие парни, которые спасают девчонок. Это вообще самый прекрасный способ спасти женщину. Женщины сегодня же, они же... Это всю жизнь так было. Пришли девчонки стоят в сторонке, платочки в руках терелят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Поэтому, естественно, представляете, такой парень из церкви, с какими-то ценностями. Я помню, у меня одна девчонка рассказывает. Она говорит, я была в восторге. Откуда ж он такой взялся-то? Не матерится, не курит, не пьет. Какой-то такой вежливый, интеллигентный. Как-то о каких-то вещах мудрых рассуждают. Думаю, откуда ж он такой пришел? С неба, что ли, спустился? А оказывается, из церкви. Говорит, сначала я сомневалась, как будто сектант. Ну, у нас же все, что не православная секта. А потом пришла в эту церковь. Ну, сейчас этот человек верующий, она верующая. Все нормально. Но влюбилась она вот именно вот в эту вот исцеленную, обновленную личность в нем. Потом, конечно, многие иллюзии распались, потому что мы умеем играть красиво роли, а потом мы становимся обычными людьми. Вот. Но, тем не менее, многие женщины, мужчины спасают, действительно. И женщины также приводят мужчин. Но, но тут есть одна проблема. Вот все-таки по статистике, если женщина изначально не готова принять ни веру, ни вот этот образ жизни, ни вот это посвящение, да, то, как правило, она уводит мужчину из церкви рано или поздно. Вот все-таки мужчина прилипляется к женщине. И если женщина не служит Богу, то он начнет служить ее Богам рано или поздно. Ночная кукушка всех дневных перекукует. Это закон. И поэтому сказано в Слое Божьем, в последнее время жена спасет мужа. И если парень видит, что девушка реально ее это коснулась, и она иск... Это же видно всегда. Искренне человек. В церкви ли только он верующий, или он еще выходит за пределы церкви и там продолжает жить с Богом. Это же все видно. И поэтому, если это так, то почему нет? А если это не так, то тогда будьте аккуратны. Потому что у нас очень... Вот я по жизни вижу эти истории, когда он такой был посвящен, и хороший парень, и вот женился, и все, и нету его. И нету, и нету. Их вот так вот выкашивает. Много сильных убито ею. Женщина, конечно, влиятельная натура. Женщина, конечно, влиятельная натура.